Мы находимся на форуме магазин 2021, разговариваем с нашими экспертами, и у нас спикер будет рассказывать про пользовательский опыт. У меня вопрос, как ковид 2020 год повлиял на ваши инструменты, изменились ли они или может что-то новое начало работать или старое перестало? Ну скорее инструменты изменились у ритейла. Вообще у многих предприятий, у многих компаний изменились инструменты. Мы все, и как клиенты, и как компании, предлагающие продукты, в том числе и услуги, и товары, все стали использовать больше диджитализации, мы ушли в онлайн. Конечно не полностью, потому что все равно есть аудитория, которая не очень хочет все в интернете видеть, им надо трогать, нюхать, им надо ощущать все это своим, в общем-то, пяти органами чувств. Но тем не менее, мы понимаем, что очень большая аудитория научилась покупать в интернете, и им это нравится, и поэтому это одно из самых главных изменений, которое произошло. Соответственно появляются новые показатели, новые метрики успешности, новые сервисные показатели, когда мы смотрим, хорошо это или плохо, нравится, не нравится, как мы замеряем опыт клиента и пользовательский опыт, и соответственно, исходя из этих данных, мы учимся им управлять, так чтобы и нашим дорогим клиентам было хорошо, и бизнес развивался, и получал больше прибыли. Если я маленький ритейл, дайте мне один совет, что мне делать, чтобы у меня становилось больше денег, прибыли, эффективности или чего-то. Один советик. С моей точки зрения, самый главный совет. Старайтесь задавать побольше себе, почаще такой вопрос, что еще я могу сделать, чтобы моему клиенту стало лучше. Исходя из опыта клиента, формируется его лояльность. Чем больше он к вам будет ходить, чем чаще, чем выше его средний чек, тем лучше для вас, как для маленького, в том числе, ритейлера. Поэтому чаще сами покупайте в своих магазинах, спрашивайте своих дорогих гостей, покупателей про все, что им понятно, что непонятно, что нравится, что не нравится. Просто общайтесь и узнавайте их мнение. Спасибо большое. Вот такая экспертиза звучит в CMT. Не переключайте, скоро включение с новыми спикерами и эксперты. Продолжение следует...